Заседание Комиссии по внешней политике и международным связям впервые за последние полтора года проходит в такой форме. Среди приглашенных заместитель председателя правительства, министр иностранных дел Нина Штански. Руководитель внешнеполитического ведомства отметила, что взаимодействие МИДа и Верховного Совета осуществляется достаточно конструктивно. Некоторые депутаты участвуют в работе общественно-экспертного совета при Министерстве иностранных дел. Мы сумели наладить этот диалог. Депутаты Верховного Совета активно участвовали, они присутствовали, подчеркиваю, именно активно участвовали. Нам были направлены предложения, некоторые положения, концепции внешней политики были предложены депутатами в принципиально новой редакции. Получился достаточно взвешенный, емкий документ, который, конечно, вызвал определенное раздражение на другом берегу. Но, между тем, очень позитивно оценен нашими партнерами Российской Федерации, Украиной. Министр иностранных дел говорит, в 2012 году формат переговорного процесса, как и статус его участников, не изменился. Однако, именно в 2012 началась активная работа по разрушению мифов о Приднестровье. Ее первые результаты можно было увидеть уже в начале 2013-го. Такой дискурс черной дыры начал уступать совершенно другим медиамодулям. Нам кажется, что в 2013 году в этой части ситуация несколько прояснилась, во всяком случае, общаясь с нашими международными партнерами. Мы все реже слышим неоснованные на реальности упреки. Безусловно, это укрепляет и наши переговорные позиции, потому что в переговорах у нас меньше времени уходит на развенчивание мифов. Главный вопрос, который обсуждался на комиссии, это переговоры в формате 5 плюс 2. Первая основная задача – это субстантивно продвинуться по социально-экономическим и гуманитарно-правовым вопросам. Таким образом, целью переговоров на текущем этапе было обозначено повышение уровня благосостояния людей и через это построение атмосферы доверия как фундамента для последующих переговоров. Только после решения социально-экономических вопросов станет возможным обсуждение всеобъемлющего урегулирования Приднестровского конфликта, отметила Нина Штански. По ее словам, еще одна важная задача – не допустить смещения площадок для обсуждения вопросов мирной жизни и ситуации в зоне безопасности. Различные участники формата 5 плюс 2 хотели бы обсуждать вопросы миротворчества, зоны безопасности, другие военные вопросы, вопросы безопасности, чрезвычайных ситуаций и прочее. Позиция Приднестровской стороны вам хорошо известна и она нашла отражение в повестке дня переговоров. Однако настойчивость отдельных наших международных партнеров, участников 5 плюс 2 не ослабевает и соответственно в 2013 году нам также приходилось проявлять жесткость для того, чтобы не позволить смешивать эти площадки. В 2013 году были подвижки в решении ряда вопросов, в частности демонтаж канатной дороги в Рыбнице. Но главная тема этого года в формате 5 плюс 2 – свобода передвижения граждан, в том числе возобновление гражданской авиации и речного судоходства по реке Днестр. Мы получили отрицательное заключение молдавской стороны, которая считает, что у нас нет и не может быть воздушного общего воздушного пространства, поскольку воздушное пространство является пространством Республики Молдова. Нам понятна такая позиция молдавской стороны, однако мы считаем ее неконструктивной, потому что мы говорим о свободе передвижения людей. Даже на данном этапе речь идет не столько о грузах, сколько речь идет о людях. Тем более, что вопрос гражданской авиации для Приднестровья актуален еще и с точки зрения оказания медицинской помощи срочно нуждающимся больным людям. Проблематика открытия моста в селах Бычок и Гуробыклу обсуждается в формате 5 плюс 2 все это время. Нинаштанский отмечает, что это не просто дорога между двумя селами, это международный коридор. Его открытие позволит увеличивать грузопоток, развивать инфраструктуру и в целом облегчит передвижение гражданам России и Украины, проживающих в Приднестровье. Решение этого вопроса Приднестровской стороной было увязано с несколькими факторами, важнейшим из которых является свобода передвижения Приднестровцев, обладающих паспортами других стран, но не обладающих видом на жительство в Республике Молдова. Фактически эти люди, как и раньше, сейчас в случае открытия моста, не будут иметь возможность перемещения через него. Этот вопрос мы пытаемся решить с молдавской стороной во взаимодействии с украинской и российской стороной, у которых есть свои инициативы и даже предложения к молдавской стороне о том, как разрешить этот вопрос. Тактика малых шагов, демаркация границ и консульское обслуживание граждан России и Украины. Вопросы на эти темы звучали из уст депутатов Верховного Совета уже после выступления Нины Штански. Она ответила на все вопросы депутатов, касающиеся проблем, с которыми сталкиваются наши граждане. Депутаты поддержали работу МИДа на молдавском направлении. Хотел бы отметить, что мы приветствуем те шаги, предпринятые по решению социально-экономических вопросов для наших граждан. Это является первостепенной задачей Министерства иностранных дел, да в целом нашего государства. Министр иностранных дел предложила депутатам направлять в МИД все рекомендации по возможным вопросам повестки очередного раунда переговоров. Он пройдет 16-17 июля в Вене. Татьяна Лилица, Тимофей Чекан и Юрий Прошичев. Первый Приднестровский.